Сегодня расскажу вам и покажу 4 очень простых аккордовых прогрессий для того, чтобы импровизировать спокойно на фортепиано. Какая у нас будет задача? Я вам показываю первую цепочку и рассказываю несколько способов, как можно эту цепочку сыграть. Ну, а потом вдобавок еще и 3 новеньких, свеженьких вам на выбор. Все тайм-коды оставляю внизу, поэтому разворачивайтесь, смотрите и обучайтесь. Первый аккорд это АМ, Ф, С и Г. Смотрите, мы можем первый вариант, нотку А дублировать в левой руке. И мы играем с вами аккорд А, потом Ф, переносим Ф, потом С и Г. Но смотрите, у нас получается такой какой-то прерывистость, потому что мы руку мотаем туда-сюда. Показываю, следите за руками. Вот я беру, к примеру, первый аккорд АМ. Дальше я беру аккорд Ф. В левой руке будет Ф-нотка, а в правой руке я пытаюсь сыграть любые нотки, которые входят в этот аккорд. Вот у меня был АМ, теперь Ф-мажор. То есть, видите, я как бы его сыграла не вот так вот, а вот так вот, эту нотку я сыграла сюда. Дальше, С-мажор. Нотку С я играю здесь, а тут я ищу ноты, которые входят в аккорд. Вот этот, я думаю, что я сыграю вот так вот, С-мажор и Д-мажор. Вот самые близкие нотки. То есть, моя задача подобрать максимально близкие разные соотношения, чтобы у меня рука не прыгала. Это первый способ. Потренируйтесь так сделать. Второй способ. Я в левой руке нажимаю октаву, а в правой руке я все нотки играю по порядку вверх. По четыре раза. Хорошо, следующий способ я к этим трем ноткам добавляю какую-нибудь лишнюю, проходящую. К примеру, я могу сыграть так. Либо я могу сыграть так. Дальше, Ф-мажор. Интересно, да, звучит? Теперь, если мне кажется, это слишком поверхностно, я добавляю мясо в левую руку. То есть, я буду играть октаву. Первый и пятый палец будет дублировать клавишу. Сейчас я буду играть внизу. То есть, имейте в виду, что я пальчиком нажимаю внизу. Не знаю, захватит камера нижний регистр, но просто послушайте, как оно будет меняться по звуку. К примеру, правую я сыграю в верхнем регистре, чтобы немножко раздвинуть наше звучание. Очень просто. Хорошо. Это была у нас, ну, как сказать, может, волна в правой руке. Давайте посмотрим еще варианты, как можно сыграть. Смотрите. Левая рука все так же нажимает нотку А. Правая рука. Мы берем вот эти вот нотки и мы пытаемся их разломать напополам. Допустим, вот это и это. И я их чередую. Сейчас я сыграла все эти аккорды, но я их немножечко снова нотки переставила. Хорошо. Если для вас это просто, добавляем какую-нибудь смешанную нотку. Ну, допустим, к примеру, вот так вот. Вот у меня аккорд А минор. Я добавляю вот эту вот лишнюю нотку. И вот могу дальше импровизировать. То есть, смотрите, я вам показываю способы, а вы смотрите эти способы, отрабатывайте. И потом, когда вы сядете играть, вы в хаотичном таком порядке можете брать первый, третий, десятый, восемнадцатый способ. Следующий вариант о том, когда мы пробуем в левой руке разложить вот этот аккорд, но среднюю нотку мы не играем, а мы играем, получается, нижнюю эту и нотку А вверху дублируем. А в правой руке мы можем играть просто какую-то мелодию, которую нам захочется. Давайте я вам покажу только левую руку. Смотрите, резонный вопрос. Почему в правой руке я подбираю нотки рядышком, а в левой руке рука прыгает? Дело в том, что бас всегда должен быть идентичный. То есть, если у нас аккорд АМ, в басу 100% будет А. Если Ф мажор, то в басу железобетонно должна быть нотка Ф. Поэтому мы не имеем права левую руку двигать, если у нас нет исключений. Но мы пока с вами импровизируем без исключений. Давайте попробуем. Мы, значит, играем вот такой вот бот. В третьем левой руке вы можете играть почетным. Раз, два, либо раз, два, три, четыре. Как вам захочется. Но, конечно же, лучше, если вы в левой руке будете играть всегда одинаковое количество. Вот давайте попробуем. Выберем по два раза. Или давайте по четыре раза. Раз, два, три, четыре. Вот такой интересный способ. Давайте посмотрим еще очень интересный. Мы в левой руке можем играть. Давайте возьмем. Вот мы играли аккорд. Выбрасываем среднюю нотку и оставляем две вот этих вот ноты. И в правой руке импровизация. Допустим. Я беру основные ноты, тоже влево, в правой руке. И попробую вот этот А, Э разыграть. Допустим. Добавляю какую-нибудь приправку. Новую ноту. И у меня получается так. Новая нотка. Нота, которая входит в аккорд. Нота, которая не входит в аккорд. И у меня получается интересный такой ход. Дальше. Эф мажор. Нота, которая не входит. Не входит. Входит в аккорд. И я вот так вот чередую. То есть старайтесь чередовать с нотой, которая не входит в аккорд. И ноткой, которая входит в аккорд для того, чтобы у вас был баланс. Потому что если вы будете шпарить, так сказать, по нотам, которые не входят в аккорд. Допустим. Вот послушайте. Это будет немножко как афонично. В принципе, может быть, для кого-то это будет и неплохо. Но все равно я бы вам посоветовала на начальном этапе отталкиваться именно от нот, которые входят в аккорд. Так. Вот это основное, что я хотела сказать. Смотрите. У меня на канале еще есть видео про импровизацию. Записывайтесь ко мне на занятия, если вы хотите индивидуально это все проходить. И сэкономить себе время. Потому что на самом деле самостоятельно учиться это прекрасно. Но когда ты учишься с педагогом, ты проходишь этот путь быстрее и тебе намного легче. Ну и, конечно же, мотивация и все остальное прилагается. Записывайтесь. Оставляю все ссылочки внизу. На мой сайт, на мой инстаграм. Поэтому встретимся в следующих видео. И до встречи.